Новая информационная система ускорит получение всех бумаг на землю. Чтобы воспользоваться, ей нужно лишь зайти на официальный сайт и проверить интересуемый участок. Если всё в порядке и он никем не занят, можно идти в официальные органы и заниматься оформлением земли. С включением в работу РИС ОГД все вопросы будут решаться куда быстрее. Раньше эта процедура требовала месяцы или даже годы. Самое главное, для чего это всё делается, для развития инвестиций, о чём постоянно говорит глава республики. Вот этот толчок колоссальнейший на самом деле. Деньги на эту республику специально выделила, выделяет в следующем году следующий транш. Будем работать. Всё программное обеспечение создали наёмные компании. Одна из Москвы, другая из Екатеринбурга. За основу взяты спутниковые карты Google, на которых с помощью компьютерной графики обозначили всю дополнительную информацию. Таким образом, мы получаем интерактивную карту всех земельных участков, коммуникаций, дорог, заказников и заповедников. Заработает программа ориентировочно с февраля 2017 года. Ориентировочно в следующем году, не более чем за 2-3 месяца, система будет отлажена и уже будет запущена, передана, собственно, в промышленную эксплуатацию. Пока в системе находятся только первичные данные. Это материалы схем территориального планирования республики. И в качестве пилотного проекта векторные слои из генерального плана города Феодосии. Плюс несколько земельных участков для возможности отработки, формирования основных издаваемых документов. Информационная система обеспечения градостроительной деятельности уже давно работает по всей России. Республика Крым – последний регион, который подключился к базе данных. В последние годы все вопросы земельных отношений решались вручную. Никита Егоров, Александр Рыбин, Служба новостей и ТВ.